Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса, Сына Сирахова». И уже мы приполовинили эти главы. И сегодня знакомимся с содержанием и вдумываемся в содержание 27 главы. Уже сказал нам Богом просвещенный наставник и о опасностях приближения к женщине, и о том, как вредно излишество в радостях земных, и о том, какие предосторожности нужны для того, кто пытается заниматься куплей и продажей, и о том, как надлежит держаться премудрости во всех путях жизни своей. И в этой очередной главе, в 27-й, мы встречаем целую россыпь подлинных мудростей, крылатых выражений, которые, прилагая к себе, много можем получить пользы. «Многие погрешали ради маловажных вещей, и ищущий богатство отвращает глаза». Что это за образ? Это призыв в своей системе ценностей установить подлинную иерархию. Как говорят, у кого Бог на первом месте, у того все остальные дела жизни займут свое законное место. А подменяющий эти высшие ценности второстепенными оказывается небезгрешен. И ищущий богатство отвращает глаза. Известно, что смотрит прямо и ясно на всякого человека тот, чья совесть спокойна. Оказывается, ищущий богатство как главной ценности, не может избавиться от внутренних угрызений совести, потому что в этом есть нарушение Богом установленного закона любви и упорядоченности этой любви. Поэтому тот, кто премудростью и божественным светом пренебрегает ради земного злата, тот оказывается исполненным внутренней нечистоты, внутреннего самоукорения, не всегда осознаваемого, некоторой скорби душевной, почему не может легко и светло, просто и ясно смотреть на ближних. «Посреди скреплений камней вбивается гвоздь, так посреди продажи и купли вторгается грех». Уже мы слышали об опасности торговых занятий, но очень удобно находиться гвоздью между двумя камнями. Он надежно там закреплен. Так и грех человеческий, его склонность к сребролюбию, к нечестности особенно проявляется тогда, когда является возможность что-либо продавать и что-либо покупать. Значит, это зона риска. Значит, вступая в торговые отношения, что-либо производя и продавая, нужно быть бдительным, чтобы не вошел грех в дела твои житейские, в твое коммерческое действие. Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро разорится дом его. Интересно, что страх Господень — состояние глубоко внутреннее, а разорение дома — дело внешнее. И как не раз мы слышим от Господа в Евангелии, что тайное неизбежно будет явным, что от избытка сердца глаголит уста и отказывается от избытка, оказывается, что и от избытка сердца страхом Божьим или от его недостатка бывают последствия, которые уже очевидны для всех. Ибо разорение дома человека — это равно разрушению всей его жизни, очевидно, его несостоятельности. «При трясении решета остается ссор, так нечистота человека при рассуждении его». «Не убережешься в многословии от греха», — сказал иной премудрый. И неизбежно при просеивании добрых семян некое наличие ссора. Этот ссор в смысле нравственном — это та нечистота души, которая обязательно проявится любителям многословных поучений. И очень трудно долго оставаться в колее и с набором тех слов, которые могут прикрывать сердечную нераскаянность, внутреннюю нечистоту, о которой человек холит или леет, а не укоряет себя за нее, не кается. Не о том говорит премудрый наставник, будто надо достигнуть святости, совершенства, и только тогда открывать уста. Но то, что носящий в себе некое семя и от врага всеваемое, таковы и во всяком случае призван делом покаяния возвращать себе тот недостаток, преодолевать тот недостаток чистоты, который присущ душе лотолюбивой. «Глиняные сосуды испытывают в печи, а испытания человека — в разговоре его». Мы не всегда имеем склонность к человеку, который нам не симпатичен, продлить беседу, пообщаться с ним, тогда как именно беседа человека очень часто служит к умерению, внутреннего чувства неприязни к нему, поскольку в своих словах он, быть может, выскажется о содержании своего сердца, и оно будет совсем не таковым, как ты предполагал. Так что прежде доверий собственным соображениям по виду человека, испытай его в беседе, и тогда, быть может, твое первое поверхностное впечатление переменится. «Уход за деревом открывается в плоде его, так в слове, помышление сердца человеческого». Насколько хорошо заботились о дереве плодоносном, будет ясно из тех плодов, которые оно принесет. Так и слово «человеческое» является некоторым плодом помышлений сердечных. И это очевидное сокровище, которое мы можем от человека получить, потому что бывает не так прекрасно слово, как то внутреннее содержание, отражателем которого оно является. И напротив, там, где в сердце человеческом помышления злые, там неизбежно срамословие, там неизбежно в устах гнилое слово, там неизбежно злословие и человеконенавистнические изречения в устах, которые питаются нечистым сердцем. «Прежде беседы не хвали человека, ибо она есть испытание людей». И опытные из нас не раз действительно обольщались своим первым впечатлением. и высказывая восторженные отзывы по виду, по каким-то исполненным и выученным прежде словам и произведениям, делали заключение о качестве самого человека, не удосужившись всерьез побеседовать с ним. Так вот, уже не первый раз понуждает своих детей духовных и нас с вами, мудрый наставник, не бежать беседы, не уклоняться от возможности испытать человека в слове его. «Если ты усердно будешь искать правды, то найдешь ее и обличешься ею, как по дирам славы». Это в Израиле древнем одежда, приличная первосвященнику, одежда, приличная священно действию и торжеству, и приравнивает ей облачение того, кто искренне ищет правды в жизни своей. Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней. Не думай, будто стяжание правды и следование по пути истины, по пути истины дело легкое. Только тогда, когда с усердием и многократно ты будешь упражняться в ней, только тогда и она явится тебе во всей полноте, как стая птиц слетается к подобным себе. Как лев подстерегает добычу, так и грехи, делающих неправду. А вот уже иное собирание, собирание себе большой опасности от зверя, от некоего льва, рыкающего, ходящего окрест и ищущего кого поглотить, по слову апостола. Так, делающий неправду и думающий, что дела его шиты, крыты, тем не менее, собирает через эти грехи великую опасность на свою душу и становится жертвой зверя. Беседа благочестивого всегда мудрость, а безумный изменяется, как луна. Луне свойственна то самая крайняя узость, вплоть до исчезновения, а то некая полнота. Вот эта переменчивость не признак мудрости, потому что для него есть определенное слово «всегда». и если мы встречали по жизни людей рассудительных и почтенных даром мудрости рассуждения, то это бывало у них не от случая к случаю, не по поводу какого-нибудь особого торжества, но всегда так надлежит поставлять оберегающего уста свои не однажды, не тогда, когда заработал мотор и включилась камера, но тогда, когда отверзается уста, всегда при них оказывается у благоразумного страж, предоставляющий являться на свет Божий и глубины сердечной только словам благоразумным. А безумному свойственно не быть в постоянстве внимания к себе, к своему слову. Расхлябанность, распущенность в словах, отсутствие системности в них, ясности, цели характеризуют как раз того, кого учитель именует безумным. Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди благоразумных. Как раз это постоянство благоразумных глаголов достигается постоянным обучением, мы уже об этом слышали, и постоянным пребыванием среди благоразумных. И многие из нас видят великое благо своей жизни не в изобилии имений, не в каком-то признании со стороны пустых и ничего не значащих отдаленных пользователей, а в том, что есть малый, но добрый круг тех друзей, тех надежных и рассудительных единомышленников, среди которых человек и трудится, среди которых проводят и время досуга своего, и это действительно величайший дар жизни, столь полезное для души дружество. Беседы глупых отвратительны, и смех их в забаве грехом. Разный есть смех, и разное есть утешение, и веселость, которая и полезна, и утверждается, как необходима для души человека, а есть смех в забаве грехом. И эта забава, как игра с огнем, ни к чему хорошему не приводит. Пустословие много клянущихся поднимет дыбом волосы, а спор их заткнет уши. О клятве много сказано в Священном Писании Ветхого и Нового Завета, и здесь наставник также не прячет от нас слов истины и дает очень яркие образы о том, что ужас постигнет того, кто клянется небом или землею, кто самим собой или чем иным клянется, как бы призывая проклятие на того, кто нарушит слово им произносимое. И это дело называется постыдным и вызывает ужас, ибо дымом вставшие волосы это то грядущее страшное воздаяние, которое может начаться еще и в этой жизни для любителя клясться и этот довод в споре клятва требует только одного разумного решения, это затыкание ушей, то есть неучастие в подобном доказательстве, в подобных доводах, которые происходят от людей неосновательных, навлекающих на себя действительное проклятие. открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей. Будь очень бережен с теми словами, которые ты слышишь от ближних, с теми обстоятельствами, которые ты о них знаешь. Есть большой риск потерять то дорогое, то важное, о чем было упомянуто чуть выше, расположение добрых и рассудительных друзей твоих. А как это легко потерять? а так, чтобы третьим лицам открывать то, что к этому не предназначено. В празднословии крайне трудно уберечься и от обнаружения того о ближних своих и о друзьях своих, что вовсе не для передачи было тебе вручено. Люби друга и будь верен ему, а если откроешь тайны его, не гонись больше за ним, ибо как человек убивает своего врага, так ты убил дружбу ближнего. И как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты упустил друга и не поймаешь его. Вот сколь опасна передача нерассудительная, неосмысленная, безответственная того, что касается жизни сокровенной, каких-то собственных тайн того, кто именуется тебе другом. Рану можно перевязать, а после ссоры возможно примирение, но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Мы не так часто в жизни рассуждаем об этом предмете, а отзываясь о ближних иногда, об очень близких к себе людях, можем опрометчиво и явиться причиной таких великих потерь, невосполнимых потерь, как уже в течение нескольких стихов убеждает нас премудрый наставник. Кто мигает глазом, тот строит козни, и никто не удержит его от того. Пред глазами твоими он будет говорить сладко и будет удивляться словам твоим, а после извратит уста свои, и в словах твоих откроет соблазн. Многое я ненавижу, но не столько как его, и Господь возненавидит его. Далее речь идет о человеке, способном к лицемерию и великой изворотливости, который похвалами твоего слова и сладкими речами в отношении тебя, лестью и похвалами будет втираться в доверие будет требовать особого твоего расположения, а потом, воспользовавшись этим, извратит уста свои и в его словах откроется соблазн. Говорит наставник, откроется великое искушение для того человека, который вверился этому лицемеру. И вот ненависть к такому, то есть всякое стремление устраняться от него, говорит не только мне присуще, но и благодати Божьей. Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову, и коварный удар разделит раны. Бросание камня вверх мы более связываем с атеистической пропагандой, о которой в 20 веке так много не только сказано, но и которой излито на наш народ многострадальный. Это бросание камня вверх несомненно есть сокрушение своей собственной главы. Кто роет яму, сам упадет в нее, и кто ставит сеть, сам будет уловлен ею, что посеет человек, то и пожнет всякое лукавство в отношении Создателя нашего и Спасителя, как и всякое лукавство в отношении ближнего своему имеет воздаяние. Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно пришло к нему. Дело в том, что творение зла ближнему лишает человека разума. Он злом своим ослепленный не ведает последствий своих злых дел, и, ожидая причинить зло ближнему, оказывается сокрушителем своей собственной души и жизни, не понимая, откуда берется на его голову все то зло, которое, оказывается, спровоцировано его злобными и нечестными, нечистыми действиями в отношении других. По смеянии и поношения от гордых и мщения, как лев подстерегут его, уловлены будут сетью радующиеся о падении благочестивых и скорбь измождитых прежде смерти. Еще указывает на такое нравственное недомогание человечества, премудрый наставник, как злорадство. И именно этим продиктованы такие многочисленные отзывы о всякого рода сплетнях, клеветнических материалах, которые против того или другого достохвального мужа или жены появляются в прессе. Но страшно последствия злорадства. Самая клевета нет необходимости говорить, что бывает наказано, поскольку клеветник является сам дьявол, обреченный на озеро огненное, и его ученики, его последователи в это самое озеро огненное уготовано дьяволу и агилам его. Но и те, кто только злорадствуют о падении мнимом или подлинном того, кто именовался благочестивым, не избавит их от наказания, но привлекает и на них тот же гнев Божий. Скорбь измождит их прежде смерти. Злоба и гнев тоже мерзости, и муж грешный будет обладаем ими. Несчастное состояние озлобленности, несдержанности чувств, ропота, и это те предадские состояния, это потеря благодатного мира является неизбежным следствием нераскаянно совершающего грех. Продолжение следует...